Сергей Борисович и наши зрители, добрый день. Добрый день. Хочется задать один вопрос, можно сказать, о давно минувших днях. 22 апреля мы должны были голосовать за поправки в Конституцию, это с одной стороны, и понятно, что это отложили. С другой стороны, все, что сейчас происходит, оно противоречит Конституции как с поправками, так и без. Ваше мнение на этот счет, каково? Ну, во-первых, при мысли о голосовании за Конституцию и за поправки в ней меня охватывает ужас. Дело в том, что мы столкнулись, с моей точки зрения, с довольно интересными событиями. Но я начну с того, что то, что сейчас происходит, противоречит Конституцию. Смотрите, в одной из моих любимых книг «Темпы операции Галактионова» Аналитик Галактионов, анализируя начало Марнской битвы, говорит И, может быть, для немцев было бы гораздо лучше, если бы французы сразу достигли заметного успеха. Им, по крайней мере, бы стало понятно, что в этой ситуации нужно делать. А так, возникла опасность, которую вроде нельзя игнорировать, но она ни во что не реализуется. Непонятно, что же в этом случае нужно предпринимать. В результате воля командующего раздваивается, а вместе с ним раздваиваются усилия его армии. Я, собственно, к чему? Как ни странно, для мировых элитов, для российских элитов, и конкретно для Владимира Владимировича Путина, на самом деле было бы намного лучше, если бы коронавирус оказался бы чем-то действительно всерьез опасным. А что-то на уровне хотя бы испанского гриппа. То есть, с 20-30 миллионами прогнозируемых жертв в некоторых моделях до 100. Тогда были бы понятны принимаемые меры. И да, конечно, после завершения эпидемии можно было бы сказать, что, ну, может, мы обидели кого-то зря, может, мы немножко перегнули пауку в тех или иных местах. Но вы же сами понимаете величину риска. Вы же сами понимаете, что даже с принятыми нами мирами погибло столько людей, и без этих мер могло быть еще больше погибших. И, в общем, можно было начать думать о национальном единстве с одной стороны, и о восстановлении каких-то конституционных норм с другой. Теперь смотрим ту ситуацию, с которой мы реально столкнулись. На данный момент времени за грубо три месяца эпидемии в России две тысячи погибших, в мире триста тысяч погибших. Никаких преувеличений смертности по 2020 году по отношению к 2019 просто нет. Собственно говоря, поскольку эпидемия уже пошла на оближь, то можно увидеть просто по уменьшению отношения умерших к выжившим, которая начала подниматься во всем мире, дошла до шести, а в России сейчас превосходит 25, становится понятно, что вирусу человек приспособился, и, в общем, дальнейший рост погибших будет идти в основном за счет тех стран, где это еще просто физически не произошло. Ну, не будем показывать пальцами на Нигерию и Индонезию, хотя я их имел в виду. В конце концов мы получим тот масштаб, о котором мы говорили, то есть миллион-миллион двести тысяч погибших за год, что примерно соответствует нормальным вирусным пневмониям и примерно соответствует гонконгскому гриппу. И сейчас это понятно любому медику и любому вменяемому управленцу. А вот теперь смотрите в вопрос. Ладно, когда вы нарушили все законы своей собственной страны и всего мира, сломали экономику, сломали мировой транспорт и сломали все, до чего могли дотянуться, желая спасти 75-100 миллионов человек. То есть желая справиться с действительно серьезной угрозой масштаба мировой войны и даже выше. И совсем другое, когда вы сделали все то же самое, столкнувшись с угрозой, которая в общем никак не проявляется, на общем, грубо говоря, которая чуть-чуть превышает общий фоновый уровень. То есть уровень обычной ситуации. Представьте себе, что вот тут вы говорите, ну вот, да, мы немножко, конечно, перегнули, да вам стоит только показать, что вы чуть-чуть не уверены в том, что вы сделали, и вас за то, что вы сделали, разорвут на честь. И те, кто разорвет, будут правы. Вы погубили их жизни, вы погубили их бизнесы, вы погубили их экономику. И у вас вообще-то нет никакого оправдания. Кроме оправдания типа, ну мы хотели как лучше, что, как вы сами понимаете, в подобной ситуации совершенно бессмысленно говорить. А это означает, что и наши российские, и мировые элиты попали в очень тяжелую ситуацию. И сейчас им нужно ответить на вопрос, что делать? Говори языком христианам. Загубить свою политическую карьеру, но спасти свою душу? Сказав, да, мы были неправы? Да, мы совершили ошибки, и сейчас мы их исправляем. А теперь судите нас? Или делать так, как они, в общем, делают в подобных ситуациях всегда. Держаться за то, что принятые решения были вообще единственно возможными, и если бы не они, то был бы полный ужас и кошмар. Конечно, зло не царет над миром безраздельно, стопроцентной гарантии дать нельзя, но пока создается впечатление, что они будут держаться за то, что они сделали, до конца. А это означает, что ситуация, как ни странно, именно это обозначает, что ситуация вышла из-под контроля. Да, когда все начиналось, была идея организовать медиаэпидемию, чтобы решить ряд технических проблем. Так вот, эти технические проблемы уже решены. Медиаэпидемию уже можно заканчивать. Но ее инерция оказалась большой. А именно тот факт, что эпидемия-то оказалась не такой серьезной, как правоначально они и думали, именно она и не дает возможность что-то закончить. Но смотрите, теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Это означает, что нам придется привыкать жить в предельно беззаконном мире. В мире, где практически любое действие власти будут оправдывать тем, что либо это на самом деле законно, потому что это они только что сказали, что это закон, либо что это написано в Конституции мелким шрифтом, либо просто такова ситуация. Нам придется какое-то время, может быть, довольно долгое, пожить в саванне, где все охотятся на всех. И единых норм, в рамках которых можно ориентировать себя, свой бизнес, свое развитие, на какое-то время просто не будет. А теперь внимание в вопрос. А что такое на самом деле Конституция? Вообще-то Конституция – это вовсе не установление политической системы или жизненных норм. Конституция – это определенное соглашение, в котором правящий слой элиты и управляемый слой договариваются о некоторых совместных правилах игры. Был очень длительный период человеческой истории, когда никаких Конституций не было. И когда, соответственно, что заблагорассудилось верхнему слою, то и делалось. Этот слой закончился великими революциями – английской, французской, голландской, войной с северо-юга и так далее. В конечном счете – октябрьской. В ходе которых было создано то, что носит название современного мироустройства. Заметим, я не говорю демократического. Например, Англия – конституционная монархия. А в принципе, в совершенно законопослушной конституционной стране Германии Вильгельм II был абсолютным монархом. Здесь дело не в социальном струе. Здесь дело в том, что определенные правила существуют, по которым о власти народ договорились. Мы будем делать так, даже в тех случаях, когда это кому-то из нас может показаться не самым выгодным. Так вот, суть произошедших событий в том, что конституция оказалась принципиально недостаточной. Оказалось, что написанная в ней, в условиях современных медийных технологий и современных технологий управления людьми может быть просто забыто, вычеркнуто. При этом, заметьте, никто не отменял конституцию, никто даже не возил в чрезвычайное положение. Конституция просто оказалась где-то побоку. Ну да, она в принципе есть. В ней в принципе есть ваше право на свободное передвижение. Но штраф с вас будут брать не в принципе, а совершенно в живой реальности. И это означает, что мы закончили эпоху, когда отношения между властью и народом регулируются конституцией. Ну что, вместо? Отсюда понятно, что будем мы голосовать за поправки, против поправок. Какое имеет это отношение к делу, если этот документ все равно не работает, причем не работает в принципе. Либо нужно делать конституцию прямого действия. Это была мечта Ельцина. У меня вообще была такая мысль. То есть ситуация, где нарушение конституции мгновенно вызывает судебный процесс. Причем не изданные кем-то законы, а именно текст конституции, является высшим законом. То есть любой закон, противоречащий этому тексту, объявляется уничтожным с самого начала. Такой подход, во-первых, требует демократии, что, например, для России совершенно не соответствует ее логике развития. Во-вторых, что еще хуже, требует независимой судебной власти. Мало того, что в России этого никогда не было и нет, вряд ли будет. Но опыт стран, где судебная власть действительно независима, говорит, что у этого есть куча своих недостатков и очень серьезных. Так вот, в этой ситуации либо мы работаем с конституцией прямого действия, либо мы работаем с динамическим документом. Но вот для того, чтобы создать динамический документ, сиюминутную конституцию, которая быстро пересматривается, меняется, вы должны тогда научиться договариваться о другом. Смотрите, раньше, когда делалась конституция, власть и народ договаривались о некоторых правилах игры. И они более или менее честно соблюдали с обоих сторон эти правила, к которым они договорились. Похоже, что сейчас власти народ должны договариваться об изменениях правил игры. То есть, они договариваются о том, что правила игры меняются, но эти изменения определенным образом согласуются между собой. Грубо говоря, мы переходим от согласия по поводу некой функции, к согласию по поводу ее производной. Но смотрите, для этого нужно, чтобы обе стороны были готовы к какой-то договоренности. А на данный момент времени власть, вспоминая то, с чего мы начали этот разговор, похоже, является абсолютно недоговороспособной. Она считает, что договариваться ей не с кем и незачем. А это означает, что перед тем, как удастся создать новые динамические документы, я не знаю, надо ли их называть Конституция, наверняка у них будет совершенно другое название. Но для этого потребуется определенный период борьбы. Еще раз напоминаю, Конституция была правом, который народ получил от власти, пройдя период буржуазных революций. А можно ли вообще обеспечить любую договоренность всех со всеми, или там власти с народом в новом мире? Смотрите, пока пока у нас, вот еще я повторю свою предыдущую фразу, Конституция была связана с периодом буржуазных революций, в рамках которых народ выступил на политической арене, и продемонстрировал, что у него есть возможности защищать свои права. Права не дают, права берутся. Другой вопрос, что революции привели к своим сильным эксцессам, революционное колесо, как и положено, замкнулось, и Конституция как раз и была тем, что осталось гестерезисом, с таким остатком. Да, колесо провернулось, да, произошла реставрация, Но между Францией 1820-х годов и Францией 1770-х годов была очень заметная разница. И эта разница была закона Наполеона и Конституция французской монархии. Монархия, заметьте, но Конституция. Потому что, почему Конституцию абсолютный монарх Александр навязал своим уставленникам на троне по Франции? Потому что он сказал, да, без Конституции они в этой стране и дня не удержатся без наших штыков. Он понимал, что определенное завоевание, которое народ сделал, уже нельзя у него отнять. Так вот, сейчас весь вопрос в том же самом. Другой вопрос, то есть вопрос в этом, но понятно, что структура должна быть другой. Это, конечно же, не революция, не толпы людей, штурмующих земли. Или, если хотите, это революция. Но революция в сети, революция в системе организации производства. На данный момент времени мы вообще-то столкнулись с совершенно чистым классическим марксовским кризисом. Потому что производительные силы с появлением робототехники и сложных коопераций через смарт-контракты и блокчейны абсолютно не совпадают с существующими производственными отношениями. И в этом случае отношения должны измениться. Смотрите, это тоже революция. Это революция, идущая внутри веков вертикально интегрированных компаний. Это революция по созданию интернета производства. Это революция, имеющая своей задачей продемонстрировать власти, что существуют силы, которые она не контролирует. а главное, не может контролировать, без угрозы необратимо отстать от возможных конкурентов. Вот примерно так я вижу эту ситуацию. Я понимаю, что то, что я говорю, не вполне точно и так далее. Но, дамы и господа, мы никогда еще не сталкивались ни в жизни, ни даже в литературе, фантастической литературе с подобной ситуацией. Да, мы пришли в период изживая, когда, наконец, закончился этап воздействия на нашу с вами жизнь буржуазных революций 17-го, 18-го веков, 19-го веков. И мир необратимо поменялся. А сейчас мы будем выяснять, в какую сторону. В сторону Галактической империи с единой, абсолютной, мастер-фигурой на троне. Кстати, Сергей Снегов, Сергей Анатольевич Снегов, все время написал рассказ «Чудотворец сшивого топика», где была изображена предельная власть, использующая социальные, психические и многие другие технологии, и предельное восстание против этой власти. В некотором плане чуть-чуть, в маленьких точках, рассказик был небольшой, эту тему попытались поднять. Но вообще-то, по-хорошему, она не исследована, не изучена. И мы не знаем, как будет. У нас есть один вариант, и у нас есть второй вариант. Новое соглашение, но уже не об условиях нашей жизни, а о том, что мы договариваемся, как будут меняться эти условия. Вот примерно так я это сейчас вижу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok